Привет! Мы едем в древний город Гат, город, в котором жили великаны, в том числе знаменитый Голиаф. А едем мы через долину Элла, где когда-то будущий царь Давид сразился с могучим великаном Голиафом. Но это отдельная тема для следующего путешествия. Итак, Тель-Эс-Сафи, именно это место идентифицируется как библейский Гат. Раскопки здесь проводились давно, но вяло, пока не обнаружили гигантские камни. Поистине феноменальное открытие. Археологи обнаружили остатки крепостных стен и строительных блоков, размер которых в два раза превышает обычный размер. Гат был родным городом Голиафа, знаменитого Исполина, рост которого, согласно библейским писаниям, был 6 локтей и 1,5, то есть около 3 метров. Но он был не единственным гигантом, жившим здесь. Согласно Библии, в Гате жили еще 4 Исполина. Чем еще знаменит Гат? Известно, что это место было тем городом, куда пришел Давид искать убежище, скрываясь от царя Саула. Но местные жители заподозрили, что это Давид, и ему пришлось притвориться сумасшедшим. Он стал пускать слюну, мычать невнятное и царапать ворота. Представьте себе, что здесь Давид идет, подходит вот к этим воротам, начинает изображать сумасшедшего, чтобы его не убили, царапает эти ворота. Древний Гат В любом путешествии могут произойти непредвиденные обстоятельства. Вот так случилось и сегодня. Прекрасная дорога по долине Элла сменилась просто жуткой проселочной дорогой, проходимой для автомобиля 4х4, но никак не для моего седана. И 6 километров вот такой дороги обернулись, не скажу, что кошмаром, но мысль, что до пункта назначения мы не доедем, сидела в подсознании довольно прочно. Ссылка на безопасный маршрут к Тель-Эс-Сафи в описании к этому видео. Через 200 метров вы прибудете к месту назначения. Этот холм огромен, но наша цель сегодня, во-первых, увидеть те ворота, у которых стоял будущий царь народа Израиля Давид, и, во-вторых, увидеть те огромные каменные строительные блоки города великанов. Мы спускаемся к руслу ручья Элла, который наполняется водой в зимний период. Ручей проходил вдоль городской стены, и где-то здесь должны быть ворота. Ручей Элла протекает через долину Элла, ту самую долину, где Давид сражался с Голиафом. Представляете, об этом месте упоминается в первой книге царств. Мы продолжаем путь вдоль ручья. Где-то дальше должны быть гигантские строительные блоки, которые могут быть визуальным ключом к существованию города-гигантов. Представьте себе, Давид убегает от Саула, он ищет убежище и приходит сюда, к этим воротам. Люди видят его и говорят, «Эй, не тот ли это человек, о котором говорят, что Саул убил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Кстати, именно этот факт породил зависть и ненависть у царя Саула в отношении к Давиду. Когда люди предполагают, что человек, стоящий у ворот, Давид, он немного пугается и начинает изображать сумасшедшего. Он лезет на ворота, царапая их, издает мне членораздельные звуки, слюна бежит из его рта на бороду. И это могло произойти прямо здесь. Потрясающе! Подпишитесь на канал, чтобы узнать все самое интересное об Израиле. От ворот мы поднимаемся на холм. Где-то там должны быть остатки древних стен библейского города Гата, разрушенного до основания в 830 году до нашей эры, армии арамейского царя Азаила, царя Дамаска. Посмотрите, они действительно огромные. И видно, что это обтесанный камень, у него есть углы. То есть это строительный блок. Есть еще один пониже. Вот еще один очевидный. С углом, со спилом, с ровной поверхностью. И вот, ух ты, и тут даже какой-то орнамент, зубец такой. Гранатовое дерево. Ну, а мы дальше. Попугаи! Вау! Обалдеть! Посмотрите, какой прекрасный вид на долину Эла. В библейских писаниях говорится, что копье Голиафа весило 5000 шекелей. То есть 57 килограмм. Шекель или сикль – мера массы золота или серебра у древних евреев. Шекель серебра – монета массой чуть больше 11 грамм. Копье весом 57 килограмм. Как Голиаф мог поднять его? В библии говорится, что рост Голиафа был 6 локтей и 1,5. Среднее значение локтя – 45 сантиметров. То есть рост Голиафа был около 3 метров. Но есть еще свитки Мертвого моря, в которых говорится, что рост Голиафа – 4 локтя. То есть 1,8 метра. 1,8 метра – обычный рост обычного современного мужчины. Кумрани усомнились в правдивости библейских писаний в отношении роста Голиафа и подправили священное писание. Но зачем было указывать рост персонажа, если он не отличается от обычного? И почему израильтяне боялись Голиафа, если он был такого же роста, как Саул или любой другой человек? Если бы кумрандские священники знали то, что сегодня знаем мы, то они бы не позволили себе такой вольности. Исполины – одна из самых загадочных рас людей, которая существовала на территории древнего Ханаана, современного Израиля. В 1962 году в поселке Квар-Монаш фермерам был обнаружен уникальный клад, состоящий из множества металлических предметов. Топоры, пила, кинжалы, ножи, наконечники копий, сотни небольших медных пластин. Сейчас эти уникальные предметы выставлены в археологическом музее Израиля в Иерусалиме. Датируются эти предметы третьим тысячелетиям до нашей эры, за полторы тысячи лет до времен Авраама. Но не своим возрастом уникальны эти находки, а размером. Вот эти наконечники копий довольно внушительны по размеру. Представьте себе этот наконечник на древке. А что вы скажете об этом? Какой высоты и силы должен быть человек, чтобы он был в состоянии орудовать таким копьем? Таким образом, этот клад является археологическим доказательством существования Исполином, в том числе и Голиафа. Многие пытались опровергнуть Библию или сказать, что ее повествование всего лишь мифы. Но история, наука и археология подтверждают библейские рассказы. Древний город Гатт был огромным городом-крепостью с большими укрепленными стенами. И жили в этом городе пять воинов-великанов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова